Придворные блогеры Офиса Президента, а также главный завхоз наивылычниевшего товарищ Ермак наперегонки рассказывают о том, какое мощное выступление задвинул ЗЕ на Генассамблее ООН. Товарищ Ермак прямо-таки рассыпался в дифферамбах о том, какой восторг речь Зеленского встретила в зале и чуть не вышибла слезу у всех, кто ее услышал. Все это, конечно, хорошо. Единственная проблема в том, что во время столь мощного выступления в зале Генассамблеи ООН было пустовато. Присутствовали, вероятно, только те, кто вживую хотел увидеть персонажа, играющего причиндалами на рояле. В реальности Зеленая обслуга опять обманывает, заявляя о взрывном эффекте от речи, которую прослушали делегаты. Особенно тронула, по словам Ермака, история об обстреле человека, который формально не имеет отношения к государственной власти, а является всего-навсего корифаном ЗЕ и партнером по впариванию медийного контента в Нароссию. В опе давят на жалость, заявляя, что история об обстреле жертвы, которая пострадала в борьбе с олигархами на Колчаковских фронтах, настолько тронула сердца постпредов ООН, что они благословили на крестовый поход против богатеев. Если речь Зеленского была хотя бы на 10% такой эффектной, ее точно заметило бы хоть какое-то издание, а не только Г плюс Г с интернет-помойками ОПЫ. Косноязычного батенького Зеленского в очередной раз преподносят, как великого оратора уровня Черчилля. На кого рассчитано это вранье, когда всего одна фотография опровергает все заявления? В зале несколько человек, и ни один из них почему-то не плачет. Зеля в очередной раз прокатился за границей за счет заведения, а заодно использовал ООН как инфоповод показать, какой он активный. Все свелось к ничему не обязывающим встречам, невнятным выступлениям и попыткой выдать желаемое за действительное дома. Популизм и откровенное вранье процветают. Пассивность пытаются скрыть за ширмой бурной деятельности, не приносящей результатов. Одновременно все возвращается к мафиозной структуре государства, и с каждым днем пребывания зеленых у власти доверие падает катастрофическими темпами. Субтитры создавал DimaTorzok